добрый день всем здравствуйте сегодня у нас на канале необычная токарка или как очередной ролик из серии нестандартные применения токарного станка имеем вот такую рулевую траверсу это у нас какого-то питбайка мотоцикла ну в общем или со скутера не в общем с какого-то мотоцикла амортизатор был удар такой силы вот сюда что вот в итоге согнуло вот эту штуку сейчас попробую показать как бы это вот вдоль вала если да вот видно наверное загиб у нее вот видите вот она перегнулась согнулась попросили выровнять у меня есть токарный станок и кувалда но кувалдой лупить здесь по траверсе бесполезно потому что стенка довольно толстая здесь получается вот но если по сварочному шму смотреть то стенка толстючая труба толстая стена поэтому лупить по ней кувалдой можно конечно да но это надо на что-то положить вот так да наверное вот так и сюда лупить как все как большинство пацанов и делают потом тут забоины промятины ставят она все равно гуляет в общем плохо у них получается это уже проверено ну кого-то удовлетворяет результат ну в общем принесли вот такой отвал рулевой и надо его теперь в этом месте выровнять повторяю стенки толстой стены вал сырой вот эти валы у нас сырые идут их никто не калит чтобы случае аварии они не отламывались а да и голова ноги у вас а просто он согнулся на себя взял часть удара компенсировал демпфировал ну и во вторых вот такой вал калить нафиг оно кому надо чуть толще сделали он будет по прочности уже хороший в общем нестандартное применение токарного станка теперь мы знаем что ось вращения шпинделя у нас ровная всегда у токарного станка и можно воткнуть это дело в станок и вот по этому отверстию мы увидим насколько у нас кривой вал вот я руками покручу я надеюсь сейчас будет видно хорошо почти на целый сантиметр ушел что можно сделать в этой ситуации что я могу сделать как токарь за имея в наличии токарный станок иду на центральный склад нахожу вот такие вот обломки валов это крестовины от стиральных машин здесь у меня отверстие 19 с половиной здесь я на валу посадочное место 20 под подшипник а это занижен как раз 19 с половиной то есть он туда вставляется моя задача сейчас чистить вот это вот остатки алюминия снять вот это нержавеющие колечко и в итоге я получаю вот такой вот очищенный от всех шахуи валик он теперь туда замечательно заходит довольно плотненько и теперь у меня прям индикатор стрелочка насколько все это кривое и гуляет следующим шагом мы из вот этого вот кусочка вала сейчас сделаем приспособление для выравнивания рулевых валов и заодно индикатор сделаем из него индикатор биение и так как всегда я работаю вы сейчас смотрите остренько а вот далее начинается интересно ребят установил его так вот нашу траверсу ходивал рулевой станок место изгиба у меня охвачена индуктором а индуктор у меня подключен индуктор подключен индукционному нагревателю микроша 3000 интересный момент ребят этот индуктор индукционный нагреватель микроша он делается у нас в россии корпорация фирма наша электроника есть сайт ссылочки будут обязательно в описании и это микроша этот индукционный нагреватель сделаны еще по он еще сделан по гостам 1977 года по советским еще ГОСТам, когда следили за техникой безопасности и за всеми параметрами то есть этот нагреватель соответствует советским ГОСТам он еще по ним сделанный, еще что могу подчеркнуть, сама схема электронная схема придумана именно нашими разработчиками российскими, ну еще теми тогда советскими, те инженера, ну а сейчас приходится им как-то выживать и в настоящий момент вот этот аппарат делается как и все у нас где-то в гаражах, где-то что-то, но нашими российскими разработчиками, мне под старыми моими видеороликами писали, что типа в Китае дешевле, что это Содорна с Китая, ребят нет в то время в Китае было все советское это сейчас, да, последнее десятилетие, Китай очень бурно развивается я согласен, появились уже сейчас подобные аппараты на Алиэкспрессе но они еще не соответствуют вот этим параметрам по цене, по объему, по размерам по готовности к производству, поэтому не смотрите на его неказистый внешний вид он работает по вот этим ГОСТам и мне это нравится, итак поехали как я уже говорил, сделали вал он сюда втыкается это у нас будет индикатор индикатор выравнивания вала да, вы понимаете, что это вот короче, вот этот кончик должен работать без биения, сейчас он у нас работает с биением, включаю микрошу нагреваем вал данный аппарат мощностью 3 киловатта ну это из его названия соответствую да, подал на индуктор водичку вот по шлангам, вода заходит прям с крана, проходит через индуктор он из трубки из медной сделан и возвращается, просто сливается в огород расход очень маленький, там буквально труечка такая, как спица вязальная да, толщиной получается, то есть расход небольшой, итак, включаю мощность на максимум и включаю непосредственно сам нагреватель идет прерывистый сигнал показывающий, что пошел нагрев и вы уже видите, что пошел дым до равномерности проворачиваю кручу-верчу, когда обгорает краска, масло, мазута самого вала, сам индуктор в этот момент холодный, ребят, я его держу руками но внутри, температура большая ну могу показать немножко отводим в сторону а там уже у нас красенькое все горяченькое разогреваю это все металл толстый, греем ну примерно минута прошла толсостенный вал диаметром 27 миллиметров разогрелся до красна, вот он о, видно, да, его? так ну а теперь следующая операция вставляю наш вал сюда на него одеваю трубу и буквально рукою пытаюсь это все дело выровнять видели, да, пошло биение вот уже намного меньше стало вот этому концу видно так еще разок еще сам вал не согнулся вот видите, я его руками кручу здесь неподвижно вот он, крутится то есть вал еще не согнулся у меня ни грамочки но труба вовсю так, немножко еще осталось биение подравниваем чуть-чуть еще есть, да, разница можно без трубы сейчас просто палочку подсуну в подвал, да, и чуть-чуть его приподыму так, вот он низ опустился а мы его поднимем вниз опустился ну вот и все биения-то нету выключаем нашу микрошу пускай она остывает ремонт на этом рулевого вала окончен соосность соблюдена все классно итак, сегодняшний ролик о том что не выбрасывайте старые мопеды или как, не выбрасывайте старые рулевые вилки если они у вас согнулись при наличии токарного станка и индукционного нагревателя ремонт занимает буквально 10-15 минут я дольше шланги протягивал они вот шланги идут, 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 идут а вот этот шланг у меня выходит, который и вот вся эта струечка вот такая о, замечательно видно, да то есть расход воды за это время, если я пол ведра растратил ну с комментариями и дублями на запись ну ведро пускай, да, 10 литров не страшно классный аппарат, ребят ну а теперь еще один маленький эксперимент кому недостаточно вот этой осевой ровности давайте по самим лапам проверим вот я имитирую вилку ну нашел я еще грызок трубы но он не совсем ровный ну по крайней мере ну относительно тогда пойдет вставляем вот у нас есть и вот прям смотрим сразу же перекос вы видите? я нет так вот чтоб там сзади ничего не мешало вот смотрим перекос так поближе вот он а перекоса то нету видите что одна параллельно направляющим токарного станка что вторая параллельно направляющим токарного станка разворачиваем так что тут у нас все классно в общем ребят на этом ремонт рулевого вала или как траверса как это правильно назвать рулевой вилки да, можно считать законченным снимаем отдаем пускай ребята собирают свою мопедку и катаются дальше ну а вам всем-всем большой такой привет будьте здоровы мирного неба над головой ремонтируйте себе или вашим соседям мопедки если это кому-то необходимо всем пока подаетесь вдвоем вот так да это вот вот это вы ит